привет помашу ручкой привет 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 всем привет надеюсь что все видели пост у кати у меня тоже в инстаграме и сегодня мы с вами будем рисовать профиль дейнерис и акцентируем внимание на локонах всем привет кто пришел акцентируем сегодня внимание на локонах на волосах будем делать прорисовку такую волос сначала построим локоны потом будем использовать расскажу сейчас про материалы что мы будем в принципе использовать думаю что все видели что можно скачать шаблон портрета дейнерис можно его обвести привет всем еще раз привет рисуем сегодня локоны все скачали шаблон портрет дейнерис на котором отсутствует часть с волосами чтобы пришлось попотеть попыхтеть и порисовать и что мы сегодня используем используем простой карандаш ластик акварельной краски потом у нас будет черный карандаш мой любимый можно по желанию еще цветной привет привет всем машу ручкой рисуем сегодня локоны эфир обязательно сохранится будет еще видео на ютубе потом можно будет спокойной обстановке посмотреть если кто-то сегодня не успевает не может и за неделю нарисовать наши локоны так акварель белая акриловая краска кисти кисти будем использовать толстенькую вот такую для общих каких таких заливок это белка семерка и будем использовать тоненькие у меня здесь есть несколько вариантов это уже синтетика вот и синтетика одна двоечка и другая четверка кому кому что удобно на самом деле так и еще хотелось бы отдельно добавить слово о том почему нельзя верить тому что написано скетчбуки не замечательный скетчбук я долго время боялась к нему подобраться потому что вы знаете что ты ходишь ступор перед белым листом и такой а что что же делать с тобой и здесь написано что он выдержит все будь то карандаш или акварельной краски я подумала ну ладно выдержит так выдержит решил нарисовать портрет который все видели на фото и тут он у меня не влезет наверное сейчас вот так его могу показать очень супер крупно в результате бумага у очень появилось много катышек еще она достаточно тонкая и чем больше трешь например если рисуем какой-то черновой вариант рисунка сначала набрасываем его карандашом стираем что-то исправляем и потом поверх естественно такой зашоренные уже бумажки вся акварель начинает так прям такими катышками собираться и получается что у меня дейнерис там была вся в беснушках вот поэтому если собираетесь все-таки работать скетчбуки советую сначала нарисовать эскиз на простой бумажке потом отдельно перевести чтобы лишний раз не травмировать бумагу так ну давайте теперь начнем и рисуем с вами локоны здесь что всем видно прорисовка локонов так у нас есть часть нашей головы вот здесь вот сверху прикладывали еще фото stories там все видели ее прическу начинаем рисовать от лба волосы и тут они у нас вниз сильно тоже не мучаем карандашом потому что потом будет акварель и еще другие всякие штуки интересные и рисуем начинаем отсюда от роста волос вот сюда даем как бы форму здесь можно прорисовать отдельные какие-то прядки чуть-чуть и прям вот так вот вниз ведем и здесь у нас у него здесь такая широкая прядь идет вот отсюда прорисовываем еще здесь на всякий случай прядку тут от уха вниз идет и сейчас у нас это передняя прядь еще добавим сюда немножко завитушку пусть будет и это передняя прядь на волосах сливается у нас вместе с прядью из-под уха сюда у нас идет коса заплетенная и вот эта прядка сюда и вот у нас образуется уже такое тело нашего локона и дальше будем вообще сейчас строить у нас локон заворачивается не вот так вот мы рисуем их хаотично то есть да может быть какой-то декоративный прием можно такое использовать но в целом у нас есть какая-то задняя часть локона как такая завитушка переходит вперед сюда вот это перед то есть и тут он у нас уходит назад как бы сюда ниже то есть прозрачно это что мы не видим вот и тут тоже так и так далее вот и сейчас начнем с вами прорисовывать его здесь он у нас уходит сначала в более узкую завитушку и вот отсюда как будет эта часть волос идет назад вот строим наш локон можно такие отдельные волоски добавлять вот у нас передняя часть его сзади опять идет сюда рисовали так и уже вниз у нас волосы так распадается и можно здесь как раз добавить такие хаотичные кинти декоративные волосы поскольку у нас идет стилизованная стилизованный портрет нам здесь не обязательно какой-то супер точности добиваться и немножко еще сюда добавлю так и теперь волосы выходит у нас отсюда сзади мы их видим тоже такая завитушка опять верхняя завитушка это сзади так и тут у нас опять они выходят и нарисуем с вами уже такие распадающиеся прядки вперед вот такие первые две пряди и теперь дальше отсюда у нас пойдет коса начинается она вот примерно отсюда вот у нас первая прядь этой косы здесь вылезает как бы вторая маленькая прядка потом дальше идет коса сюда можно прорисовать также отдельно некоторые волоски что потом узнали куда положите на свет куда блик положить и где будем более темным карандашом рисовать какие-то детали так здесь маленькая косичка 2 и отсюда еще нижняя часть вверх заплетается и чуть-чуть прорисуем волосы вот здесь что они у нас на затылке сходятся и теперь задняя часть на фото она не такая пышная но мне хочется добавить побольше объема сюда поэтому здесь начинаем с ряды которые нам первые видны и здесь они такие более плоские не вот такие закрученные а именно такие распадающиеся но мы их тоже рисуем более такими декоративным то здесь у нас прядь шире она как будто бы в нас идет тут чуть-чуть мы ее видим сбоку здесь она у нас опять расширяется и вот так дальше вниз продолжаем всем привет мы сегодня рисуем локоны сохранится обязательно эфир дальше у нас будут акварельные еще краски обводки карандашами так рисовали и здесь вот так ее можно прям увеличить и показать что она у нас тоже распадается на отдельные какие-то пряди так теперь внутри прорисовываем прядки чтобы они были более живыми не обязательно прям повторять вот так все пряди одинаковыми можно сделать это например чуть поуже и чтобы она изгибалась менее плавно например и вот сюда пошире уходила и тут тоже вот так и здесь она у нас выходит отсюда из того локона и верхние теперь всем привет привет рисуем локоны прорисовали сейчас наши локоны которых у вас нет на шаблоне вот будете прорисовывать в карандаше сами сначала сюда еще прядку пустим чуть-чуть другую сторону чтобы они у нас были не симметричные такие более хаотичные и вот эту оставим покороче вот так так ну все теперь можно в принципе уже приступать к краске вот основное внимание уделим именно волосам поэтому на проработку лица сильно много времени тратить не будем так смешиваем вот моя прошлая палитра с которой я рисовала смешиваем здесь немножко какой карандаш лучше простой карандаш у меня карандаш hb мне очень нравится что он такой плотный он какой-то такой очень мягко идет не могу это описать но он мягко движется по бумаге вот в принципе неплохо подойдет еще простой аж карандаш просто твердый потому что им можно легче как водить линии не так сильно он прям будет спиваться если не давить на него и он не будет давать тоже много грязи чем вот если например пользоваться очень мягким карандашом b он будет давать много грязи потому что руками еще здесь вазюкаем и в целом будет вид такой более вырезноватый сероватый вот с другой стороны дэнерис с королевого пепла поэтому у меня она такая достаточно чумазенькая получилась мне нравится эффект когда именно добавляется карандаш черный так для кожи мы с вами разводим немножко розовый красный рыженькой и черненькой краски чтобы получилась такая бледная кожа сейчас мы это наведем сильно много добавляем воды нам нужен очень прям светлый такой оттенок светлый светлый так примерно вот до такой кондиции у меня конечно в телефоне она достаточно темная такая получилась на самом деле она посветлее так и теперь большой кистью много воды добавляем начинаем светло закрашивать лицо прям светлым светлым не страшно что зайдем на волосы у нас потом будет еще белая краска которой мы отдельно сможем выделить какие-то пряди дополнительные так проходим волосам можно чуть-чуть еще сделать погуще свет поярче сюда в тень темнее и руку быстро красим так теперь у меня есть такая салфеточка который я с кистью убираю лишнюю влагу если например мне нужно где-то убрать лишнюю воду я вот так просто можно и провести и она и снимет вот еще я не всегда рисую на стороне акварельной бумаги которая у нас именно с текстурой мне нравится иногда рисовать на плоской стороне тут получается немного другой эффект и на ней удобнее рисовать карандашами например потому что получается более ровной линии так пока у нас эта краска подсыхает здесь можно чуть-чуть до более темным оттенком сейчас опять наведем немножко краски более темным оттенком чуть-чуть добавить теней где-нибудь вот по уху чуть-чуть добавим вот сюда под пряди вот смотрим также где у нас именно у самой дейнерис на рисунке тени прям не боимся у нее такие достаточно темные тени вот здесь идут потому что свет с этой стороны идет вниз и под волосы сюда так и сбоку тут на руке так еще у нее конкретно такой темный носик и чуть-чуть вот здесь темнее зону губ если где-то вдруг там добавили лишнюю темноту еще что то можно все поправить акриловой краской белой можно даже потом по акварели пройтись ластиком вообще нормально будет и очень темная вот здесь часть у нас идет и по щеке тоже достаточно темно и сюда да и чуть-чуть сейчас чуть мокрой кисточкой немножко этот переход сделаем помягче на щеке оп так ну вот пусть пока подсыхает и мы теперь с вами сделаем тон для волос я использовала на самом деле такой холодный серый то есть просто немного голубого и черного цвета сильно разводим сильно разводим водой и тоже рисуем сначала основной тон такой средний потом переходим к затемнению так ну вот примерно такой цвет и начали сначала общий тон вот здесь тоже у нас идет светлая часть но мы все равно сюда немножко добавим потому что потом будет еще белый акрил но где-то оставляем прям такие незатронутые участки наверху например чтобы они были более яркие более белые тон идет сюда верхнюю часть прядки оставляем белой этот закрашиваем тоже заливаем цветом косичка так и отсюда идем вниз так и теперь эту сторону эту прям можно полностью закрасить потому что блики мы еще с вами добавим так и теперь объем волос общий тон сначала кладем практически везде можно хаотично как-нибудь его даже класть где-то оставлять белые участки вот сюда сводить на нет совсем цвет так вот видите у меня здесь плохо ложится краска это потому что я жирными пальцами потрогала вот поэтому нужно быть осторожнее можно на всякий случай еще ластиком чуть-чуть потом пройтись по бумажке чтобы такого не было так вот какие-то остались у меня совсем светлыми какие-то более темными сейчас чуть-чуть немножко подсохнет всем кто пришел еще раз рассказываю что мы сегодня рисуем локоны концентрируем свое внимание на построении скажем так волос прорисовки волос в фэшн скетчинге фэшн иллюстрации вот и рисуем портрет профиль Дейенерис так теперь пока чуть-чуть подсохнут волосы надо еще немножко подождать на подбородке прям блестит но можно пока сделать платье так платье мы делали тоже наводила голубой и черный цвет просто прям их посильнее навести сделать поярче такой достаточно темный оттенок так и пройдемся вот здесь по платью так и с этой стороны под локоном потом обязательно детали мы с вами все сделаем карандашами красками вот и черный карандаш нам очень поможет то что ему прорисуем как раз там углубим сильнее сделаем тени вот а акварель нам дает такой просто общий тон и красивую размытость такие интересные разные эффекты все готово вот именно вот этот интересный эффект такой где-то она посветлее где-то она потемнее вот этим акварель очень классная потому что никогда не знаю что в конце может у тебя получится даже так но чуть-чуть добавим еще у нас по платью там видно вот здесь тень сильная такая достаточно я бы хотела еще посильнее ее показать здесь прям еще затемняем так ну все теперь чуть-чуть ждем пока еще подсохнет и можно сейчас продолжить работу над волосами есть кое-где есть такие еще пока не подсушенные пятнышки сейчас мы сухой кистью их немножко уберем чтобы работа шла быстрее так номер кисти это кисть белка номер 7 также мы сейчас будем с вами использовать кисти потоньше у меня это синтетика кисти 2 и 4 такие всем привет 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 так но пока что еще будем толстенькой кисточкой опять набираем серый цвет можно прям сильно развести тот же цвет которым мы рисовали платье сильно его разводим но чтобы он был чуть потемнее чем то что сейчас у нас есть волосы так и опять еще сдаем тон и теперь уже в более темные участки внутри которые волосы у нас где-то сюда добавляем более темный цвет скажите пожалуйста а вам слышно на фоне у меня там кто-то разговаривает я сейчас пойду ругаться если слышно то пойду ругаться чтобы все замолкли потому что мне очень слышно если нет значит все нормально все молчат так прорисовываем с вами тени вот отдельно их рисуем вот и можно не бояться сделать допустим слишком темную тень потому что акварель она еще посохнет и будет еще посветлее где-то можно прям прорисовать так кистью отдельные тоже волосы отдельные прядки так и вот здесь по духам у нас тоже темная идет вот и еще хотел бы сказать что удобнее рисовать всегда отсюда сюда для тех кто правша потому что потом приходится рукой вот так осторожно все обходить все эти места так и теперь локон тот который у нас идет назад мы делаем более темным то есть вот сюда я рисую тень потом вот здесь у нас тоже локон внутри мы его затемняем затемняем этот локон тоже и отсюда тоже он выходит более темным и вниз уже он более светлый и можно чуть-чуть кисточкой потоньше еще прорисовать вот здесь отдельные такие волоски так и теперь локоны отсюда еще немножко затемняем его сзади затемняем который у нас назад уходит и выход локона из дальнего плана тоже чуть-чуть затемним так и теперь добавим еще чуть-чуть темненького вот сюда и вот эти локоны тоже дадим объем то есть что мы делаем этими тенями мы даем объем определенный чтобы они выглядели более живыми и этот тени кладу вниз чтобы всегда они были сверху чуть посветлее так и еще вот здесь тоже добавляем чуть-чуть потемнее внизу у именно косы так ну все с акварели у нас работа пока что закончена то есть можно еще добавить потемнее теперь нужно дождаться пока она высохнет можно будет приступить уже к карандашу так пока сохнет у нас акварель может быть у кого-то появились какие-нибудь вопросы что мы используем еще раз рассказать про материалы нет вопросов у матросов так всем кто пришел еще раз рассказываю что мы рисуем сегодня локоны портрет дейнерис в нашем марафоне с фэшн вектор дизайн ждем пока высохнет наш акварель использовали сегодня простой карандаш шаблон который можно скачать и акварельные краски и будем еще использовать черный карандаш следующий наш этап это как раз детализация так пока еще мокро зато у нас высохла уже часть платья поэтому можно взять синий карандаш да но это по желанию можно использовать тот же черный например вот и сначала сделаем с вами небольшую такую оттеночность на платье так как бы так так подложу себе чтобы руку журную не заляпать обводим сначала контур даем вот здесь вот показываем что это у нас идет рукав отсюда отдельный тоже контур рукава обводим у нас получится с вами такая очень интересная смешанная техника с карандашами с акриловой краской так и вот здесь тоже даем чуть-чуть и теперь по этой стороне часть платья который у нас уходит сзади на задний план так и теперь можно дать еще тон карандашом то есть чуть-чуть можно вот здесь вот поштриховать в разных местах и тогда у нас помимо акварельной вот этой текстуры проступит еще карандашная чуть-чуть штрихуем здесь идем по форме рукава то есть тут в эту сторону а здесь уже в другую и тут и тут вверх так у нас платье приобретает такой синеватый холодный оттенок так теперь черным карандашом уже даем еще больше теней в некоторых местах то есть вот здесь например конкретно такую тенюшку вот сюда можно чуть-чуть добавить так прям растушевать а вот эту часть мы оставим не будем ее трогать сюда под локонами даем тоже тень вот это достаточно тоже такая хаотичная работа можно в принципе класть их в разных направлениях будет очень интересно так и вот здесь вот так кладем тень вот тут то что тут у нас прямо ее явно видно было и прям вот так вот грубо чтобы было видно кладем текстуру тоже показываем объем что у нас вот здесь тень а вот эта часть более светлая так обводим еще раз наш рукав даем тень вот здесь и еще раз обведем дадим контур платью сзади она тоже у нас уходит назад поэтому здесь можно еще тоже штрихануть и уже давайте приступим тогда остальной части так у нас по моему уже все высохло да так еще раз заточу карандаш привет привет начнем с лица как раз вот отсюда и закончим уже волосами так лицо просто я обвожу по контуру который у нас был в шаблоне с вами и тоже можно обводить не обязательно прям конкретно такой одной жесткой линией а вот здесь например бровь тут делаем пожирнее какие-то места мы акцентируем тем самым остается такая очень живая красивая линия то это кончик носа спасибо сейчас мы еще с вами доделаем будет вообще шикарный потом еще ваша работа увидим это очень круто так обводим кончик носа идем по губе все-таки черный карандаш он сразу вносит какую-то жизнь вот чуть-чуть провели и уже совсем выглядит по-другому по губе вниз тут добавляем точечку такую темную у нее немножко опущен уголок губ и тут прям такое так и подбородок и теперь уводим линию в никуда волосы вот сюда так теперь шея и давайте с вами уже сделаем до конца лицо носик тут потемнее носогубка так и бровь сначала верток волоски потом их укладываем по росту если захочется еще более ярко как-то выделить там например отдельно глаз зрачок более темный можно воспользоваться линером в принципе все то же самое что мы делали на первом нашем занятии когда рисовали в платье какие-то детали мы прям конкретно выделяли черным линером тонким и вот здесь тоже так реснички тоже когда она смотрит вперед мы видим длинные ресницы сюда сюда тут чуть покороче когда ресницы на нас направлено и тут давайте еще такой декоративный добавим ей сделаем пышные так и еще обведем ушко и уже можно начинать добавлять черным карандашом где-то тени я дизайнер одежды по профессии вот и в душе и тоже по второй профессии я фэшн иллюстратор вот это ответ отвечаю на вопрос романтик любитель кофе и йоги вот еще кто я так ну и что наконец-то можем приступить с вами к волосам и вместе с волосами будем прорисовывать еще тени на лице потихоньку так начнем делаем в принципе черным карандашом все то же самое что мы делали простым но теперь более явно более ярко их выделяем потому что у нас именно такая стилизация сегодня с вами выделяем наши волосы где-то даем более жирную линию где-то более тонкую каждую волосинку выделим если где-то потом захочется сделать ее светлой это без проблем можно потому что у нас будет акриловая краска так сверху идем тоже тут можно ее не всю целиком обводить а так прерывистыми линиями и отсюда идем вверх по росту волос по укладке так извиняюсь все молчали так идем вниз сюда обводим здесь наше слияние двух локонов из подушкой сюда вниз и прям черным карандашом мы уже можем конкретно вырисовывать отдельные волоски так и давайте следующее вот эту сначала сделаем вот ее можно делать чуть чуть более тонкой потому что она у нас дальше перспективе уходит у нас назад и поэтому можно добавить вот еще такие тоже затемнения то есть тени мы делаем не только акварельной краской но еще и карандашом идем заворачиваем и вот самому вот этому блоку наших волос которые у нас спереди тоже можно задать объем то есть мы идем чуть чуть штрихуем сверху штрихуем снизу чтобы в центре у нас остался такой светлый цвет и потом еще сюда добавим акриловую краску опять штрихуем снизу вот наш объем так и сюда делаем наши расходящиеся волоски теперь с этими же проделываем то же самое сначала можем прорисовать отдельно контуры еще немножко подточу еще немножко подточу ровные четкие линии чтобы здесь было одинаковое количество можно их тоже класть хаотично асимметрично чтобы они были более живыми то есть здесь у нас линия например она пройдет по всему локуну это не закончится а закончится на середине это будет близко к этой то есть чтобы такой был хаос небольшой и здесь тоже добавляем чуть-чуть штриховки со стороны платья и отсюда тоже чуть-чуть штрихуем так теперь переходим уже сюда к косе также обводим косичку нашу прорисовываем вот эти прядки отдельные и затемняем их все вот у линии роста прорисовываем вот эту прядь теперь накладываем сверху вот на линии которые у нас были внизу и можно с другой стороны еще тоже начать прорисовку можно даже так не переверну вот так ставим можно еще прям потемнее делать вот здесь давить посильнее где-то чтобы был цвет еще более такой густой темный здесь еще тоже затемним сильнее где у нас ушка штрихуем и вот отсюда где тоже у нас темный был цвет тени можно прям и штриховать и прорисовывать сразу волосы и так же поступаем со всеми волосами прорисовываем ее так теперь эти где-то можно линию не доводить до конца то есть например вот такую короткую оставить потом здесь тоже можно делать линии более легкие потому что у нас волосы уходят назад где-то естественному линию делаем более акцентной а вот сюда можно ее совсем такую прям еле-еле пустить и вот здесь тоже оп чтобы такие они были сзади воздушные так и теперь это у нас выходит отсюда и вот тут можно посильнее их дать так прорисовали общей линии и теперь давайте немножко тоже их поштрихуем где потемнее не во всех местах не прям полностью сюда например можно немножко дать штриховку вот отсюда где у нас волосы выходят именно из-под косы на них тоже лежит тень и можно сюда еще ее дать и вот сюда за платье и еще если локоны к нам ближе например там да здесь он выходит отсюда тут такой пышненький здесь чуть-чуть узкие можно здесь чуть-чуть добавить тени опять выходит на нас тут объем блик или цвет более светлый здесь более темный здесь он опять вышел и тут уже мы не добавляем чуть-чуть разве что и тут прям можно еще затемнить еще немного вообще так можно даже до бесконечности сидеть выводить плавные линии то что очень успокаивающий процесс так добавим еще немножко вот сюда все и еще сюда тоже немного такой штриховки прям покрывающий именно туда где у нас заворачивается уже все в косу и чуть-чуть еще сюда так теперь можно еще немного поштриховать лицо сильно не будем его чернить сейчас так чуть-чуть добавим тень у глаза вот здесь немножко нос чуть-чуть губы добавляем потом еще вот тут у нас есть еще тенюшки сюда можно кстати использовать и коричневый например карандаш вот но мне нравится эффект именно от черного то что она у нас королева пепла мне захотелось сделать такую ее чумозинку чуть-чуть даем по щеке штриховки можно попробовать еще простым карандашом это сделать всю штриховку чтобы потом чуть-чуть стереть в некоторых местах и получился бы он такой более мягкий переход штрихуем трясется телефон под горлом тоже чуть-чуть дадим штриховку здесь у нас еремная впадинка можно чуть-чуть посильнее показать потом под шеей под подбородком штрихуем и вот здесь тоже можно еще показать тень под волосами прям целиком чтобы было потемнее так и чуть-чуть добавим еще вот сюда под рукав и вообще вот эту сторону руки тоже немножко уведем так теперь давайте с вами прорисуем блики вот и пока что это будет наш такой последний этап уже работы можно будет добавить еще цветных карандашей кстати в локоны тоже очень красиво смотрится если например сюда немножко добавить синего вот чтобы заиграла так бликами можно добавить сиреневого тоже будет очень здорово и добавить его можно еще в тени чтобы среди черного так мелькал периодически какой-то такой синеватый оттенок сейчас мы кстати чуть-чуть добавим с вами прям вот в некоторые места можно в тень сюда 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 чтобы он так играл добавим еще немножко его сюда и вот сюда чуть-чуть и сюда и сюда и сюда и сейчас все будет синее вот так так теперь берем тоненькую кисточку сильно ее даже смачивать водой не нужно потому что акрил не требует у нас воды накладываем в колпачок и будем с вами прорисовывать блики я сейчас взяла кисть самая тонкая которая у меня есть двоечка синтетика и прям вот так тоненько-тоненько начнем в некоторых местах класть положим вот сюда блик потом всю вот эту переднюю прядь тоже хочется сделать такой светлой поэтому прорисовываем еще акрил он дает такую прозрачность то есть если класть его например просто на карандаш сверху особенно просто там белый какой-то то его будет видно и поэтому в несколько слоев ему можно положить можно использовать белую гелевую ручку в принципе за маску можно использовать так прорисовали теперь вот здесь эту прядку тоже чуть-чуть можно дать еще блик чуть-чуть вот сюда в принципе да как дополнительный элемент белая гелевая ручка будет очень неплохо потому что ей можно будет прям такие совсем тонкие-тонкие какие-то линии проводить так еще и добавляла чуть-чуть на носик блик то есть можно прям стараться тонко-тонко вот здесь пройтись по носу и по местам где у нас больше всего света если у вас получился тон кожи более темный то этот белый цвет будет видно еще больше вот будет даже еще круче и подбородок еще блячок даем чуть-чуть еще хочется немножко показать такой маленький рефлекс здесь по низу пройтись так идем дальше по волосам даем блики вот сюда 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 тут прям можно так жирным штрихом потому что просвечивать он все равно будет немножко сюда на этот блик можно немного еще вот так вот разбавить здесь локоны например то есть мы прям так сверху покрываем и как бы локон в принципе виден но эффект получается такой более воздушный расплывчатый какой-то так и вот сюда еще хочется беленького прям чтобы было на контрасте с темной с темным платьем чуть-чуть покажем вот здесь тоже его прядки так теперь к остальным волосам здесь прям сверху я прохожусь контакт конкретно белой краской поверху и пусть даже можно оставлять такие вот какие-то неровные штрихи такой декоративный эффект теперь вот отсюда тоже идем по всем по нашим локонам проходимся можно при желании еще добавить сюда какие-нибудь блестки сейчас мы будем использовать гелевую ручку серебряную так добавим сюда еще здесь вот можно посильнее давить на кисть чтобы давалась такая вот более широкая более широкий мазок был и сюда тоже вместо именно бликов кладем ну и где-то конечно можно украсить там в тени что-то прорисовать тоже будет очень хорошо так и кладем еще вот сюда и теперь даже на белом фоне все равно еще положим белую краску и вниз так теперь давайте прорисуем серебряную ручку узор небольшой на платье и тогда при разном свете она будет по-разному играть я на самом деле делаю очень просто просто рисую всякие там загогулины какие-нибудь косички потому что нам нужно просто именно интересная текстура которая будет как-то блестеть вот тут можно идти по рукаву то есть у нас идет вот так и мы по рукаву отсюда начинаем делаем завитушки наши где-то можно делать прям так много-много серебра давать здесь уходим наверх чуть-чуть сюда вот очень хорошо видно серебряную ручку именно прямо на темном темном фоне тут идем такие косички сделаем так и последний теперь еще наш штрих берем опять белую краску и рисуем такие большие точки делаем блестки ну вот хочется блесток будут у нас блестки где-то прям их можно конкретно так сгруппировать посильнее чтобы был очень такой густой блеск поменьше даем сюда где у нас посветлее там сильно не видно так вот да на темном они прям очень хорошо проявляются прям можно сделать какие-то такие жирные жирные пятнышки белые чуть-чуть по воротнику тоже даем вот здесь потому что здесь тоже темный оттенок на нем будет очень красиво выглядеть такие точечки белые так чем мы рисуем сейчас мы рисуем акриловой белой краской до этого начали рисовать простым карандашом прорисовывали локоны акварельными красками рисовали вот тон кожи тон волос и платья основная можно сказать работа у нас проведена черным карандашом то есть все обводки обведено лицо волосы штрихи это все был черный карандаш которым мы еще сделали также тени и детализацию вот и последняя у нас уже серебряная ручка и белая акриловая краска которые делали блики и блестки на самом платье так еще немножко добавим вот сюда тоже хаотично и сюда побольше вот так еще можно добавить вот сюда такую белую полосочку покажем что у нас отсюда идет рукав и чуть-чуть еще вот сюда оп оп все мне кажется уже достаточно много то я могу увлечься ну что ж на этом сегодня мы и заканчиваем наш эфир вот мы научились с вами рисовать локоны положили тени сделали детализацию локонов прорисовали отдельные волоски и положили блики вот и сделали такой портрет Дейнерис вот при моем свете он очень интересно играет видна серебряная ручка вот и все наши детали и все наши блики которые мы положили тоже очень хорошо видны вот и теперь мы будем ждать от вас тоже портрет целая неделя будет на эту работу сейчас я сохраню эфир он будет доступен еще в инстаграм тв всем спасибо и ждем ваших работ до свидания